доброе утро друзья здравствуйте михаил в последнее время вы рассматриваете столь разнообразные вопросы что я решился обратиться к вам со своим как вы считаете должна ли молодая семья муж и жена и двое детей муж жена двое детей жить отдельно или же это нормально если люди живут с родителями мужа или жены немного конкретизирую мы всегда жили в пятером в трехкомнатной квартире я брат сестра и родители сестра вышла замуж но с мужем они не очень ладит из-за ее скандального характера поэтому она с двумя детьми вернулась к нам заняла комнату а муж чуть ли не каждый день ездить сюда и помогает есть детьми как делами так и деньгами она же ему в ответ постоянно закатывать скандалы придираясь к разным мелочам попал мужик у нее стойкое убеждение что он ей чего-то не додал родителям это все не нравится но сделать ничего нельзя сестра здесь прописанным и в ответ на претензии она закатывает истерики родителям а на разговоры начинает плакаться какая она вся больная как и тяжело сестре 36 лет друзья я читаю думаю каждый из нас знает но не эту конкретную сестру но вообще образ очень популярный так и сестре 36 лет и сколько я его знаю столько я все это слышу хотя она никогда не работала и видит исключительно паразитический образ жизни мне и самому уже 30 лет я думаю о том чтобы в очередной раз переехать на съемное жилье видимо уже переезжал просто в москве это довольно дорого и моя средняя по местным меркам зарплата это хоть и позволяет но с большим трудом кроме как на еду у меня больше ничего оставаться не будет больше всего обижает что это нечестно у мужа сестры есть квартира в которой она жить не хочет ведь оттуда она не может его выгнать устроив очередной скандал я вас умоляю может прекрасно выгнать а я вынужден уезжать из родного дома и тратить кучу денег на съем отдавать их чужим людям или у меня просто какие-то устаревшие взгляды на все как вы считаете сейчас будем разбираться вот такое письмо друзья значит тут есть несколько моментов которые давайте я сразу так подчеркнул значит паразитический образ жизни все-таки это не совсем то же самое что воспитание двух детей все-таки воспитание двух детей это большая работа и если бы она воспитывала не своих двоих а допустим чужих двоих то вы как бы догадываетесь что она получала бы какие-то деньги в сша например она бы нормально жила на эти деньги поэтому это работа другое дело что мы все как бы у кого один у кого двое у кого четверо своих детей воспитываем и как бы получается что это не работа но это вообще труд определенный то есть это не совсем паразитический образ жизни она все-таки занята общественно полезным делом на самом деле вот и кроме того не есть мужчина и содержит но очень многие мужья содержат своих жен который там занимаются детьми но ну то есть я бы не стал уж так прямо в паразитизме и и значит обвинять это первое второе вот апелляция к справедливости в конце письма вот обидно это несправедливо да вот там раз мы стоим тут на стопе я возьму бумажку больше всего обижаются это нечестно вот это нечестно у мужа сестры есть квартира которая она жить не хочет там и так далее значит но прийти честно или справедливо это все такие категории очень субъективные понимаете я вот например в силу того что ну виду такую как бы производственную деятельность там бизнес меня и мне несколько раз приходилось там с утяжничеством заниматься и вот что я вам хочу сказать люди идут в суд и на форумах особенно на форумах русскоязычных иммиграционных там чуть-чуть в суд они они привыкли что справедливого суда нет ну там где они живут а вот в америке суд честный и справедливый вот сейчас придешь в суд и в суд будет на твоей стороне суды находится на стороне закона понимаете проблема какая идут две стороны одна руками машет другая руками машет и каждая считает что справедливость справедливость на ее стороне а значит понимаете что получается а дальше выясняется что в суде побеждает закон а закон такой что оба например не правы например может так случиться или там тот кто думал что один из тех если оба думают что они правы а выясняет что прав только один то 2 говорит нет справедливости то есть все таки я бы не оперировал вот этими категориями потому что как только вы себе позволяете это делать так сразу вы лишаете сестру как бы возможности самой определиться потому что это вы считаете чтоб справедливо чтобы я тут не было на местности чтобы она вам там голову не морочила но она уж какая есть вот скандальная там или не скандальная но она не может вот этому уже плохо вот а у родителей и почему-то лучше я бы вас послушать пройти так она должна была бы бежать к своему мужу там все-таки место больше тяжело в одной комнате с двумя детьми и но может быть у нее радость именно в том чтобы было там поскандалить с кем тут родители ему что же можно и мужа и родители может быть и вам чуть как я не знаю но в общем если она этого не делает видимо есть какие-то причины я я не не могу разбираться но к чему я говорю что она в принципе в отношении квартиры родителей имеет такие же права как и вы и там еще один брат я так понимаю я не знаю где этот брат там ни слова не было сказано продолжает ли брат жить с родителями вот но у нее столько же ровно столько же прав как она ими пользуется это другой разговор но чё на вам не то что она вам должна там куда-то деться потому что вам с ней тесно ну вышла жизнь такая значит меня в данном случае также беспокоит сам молодой человек все-таки ему 30 лет и он продолжает жить с родителями то есть сестра там допустим у нее дети там ей надо как-то то есть я понимаю почему родители должны помочь сестре вот это я понимаю что у нее дети ей там надо как-то ради детей ради внуков там понятно что ей надо помочь ей не им не нравится но они молчат дело не в том что она там прописана дело в том что как сказать ну а что же вот там же дети теперь а почему они должны предоставлять жилплощадь сыну 30 летним ну но может быть тоже они то есть с точки зрения понятно но с точки зрения самого сына 30 лет значит а когда же у вас появится трехкомнатная квартира ваших дети где будут жить и собственно откуда возьмутся дети вам даже девушку пригласить некуда вот живете с родителями даже я не знаю то есть из всей этой истории меня гораздо больше беспокоит вот сам молодой человек потому что он 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 как бы живет на на такой дорожке которая не ведет никуда уже чем старше он становится тем больше он там как-то прирастает к этому месту тем сложнее ему жениться завести детей создать свою семью и так далее тем меньше у него стимула может быть зарабатывать больше чем среднюю зарплату у нас есть история такая занятная у нас есть приятель здесь вот в кремниевая долина есть приятель и он он женат и ребенок от первого брака жены уже вырос там большим парнем стал школу закончил но получается такая история как бы учиться он не учится в смысле там в колледж там что-то он ему не интерес он и где-то как бы там подрабатывает что-то такое делает но вы дать какую-то вешал наши враги так подрабатывали как этот молодой человек значит ну и так он как бы вел такой можно сказать паразитический образ жизни и значит наш приятель говорит что но если бы он учился в колледже я еще понимаю почему мы его содержим да надо парень должен учиться но если он уже и не учится он не учится и он толком не работает и почему почему ну собственно мы то почему но но есть как жена который как ребеночек маленький там туда сюда а он вел себя даже как бы в некотором смысле асоциально то есть например вот наш приятель он с утречка там поставит пивко в холодильник и на работу смысл ее о том что придет вот и холодного пивка выпьет а этот приходит раньше выпивает пивко и даже теплого из коробки в холодильник не ставит чтобы тому было значит чего выпить вот понимать какие люди бывают значит то есть был такой не просто паразитический но можно сказать в душу плевал после когда естественно они ссорились там спорили выясняли отношения через какое-то время они все-таки значит его отселили и тут начали происходить чудеса ему было лет 20 там 21 стали происходить чудеса то есть он он уже начал работать более прилично с ром-мейтами там где-то жил потом до него дошло что на 3 копейки так жить нормально нельзя он пошел учиться сейчас ему уже наверное лет 30 у него жена ребенок он получил уже не бакалавра уже мастера получил и зарабатывает хорошо там и так далее и я это к чему рассказываю что все это произошло в тот момент когда он от оказался в ситуации в которой стало необходимым что-то делать своей жизни чтобы соответствовать ну там каким-то представлением своим вот поэтому я что хочу сказать вот молодой человек живет с родителями но это же и и вышибает из-под него стимул то есть он я понял так из письма что он уже пытался съезжать куда-то на съемное жилье но там так так дорого получалось что у него там кроме как на еду не остается ничего но послушала те что к 30 лет ну так самая давай может что-то такое придумай чтобы больше зарабатывать почему надо получать среднюю зарплату что за радость получать среднюю зарплату получать хорошую получать 2 хороших 3 хороших 5 хороших но если жить с родителями так и никогда и не и не станешь американская как бы традиция такая что дети живут с родителями пока учатся в школе среднее образование является обязательным стране насколько я понимаю вот они значит да там до 18 лет они живут с родителями после этого они с ними больше не живут особо так как бы есть конечно случая но так идея такая что они куда-то уезжают вот либо учиться там куда-то уезжают либо на местности но как-то все они уже родители за них материально не несут такой ответственность как раньше не предоставляют им бесплатное жилье там и так далее я не говорю про наших соотечественников наши по-другому на это смотрят немножко но но дело не в этом я про американскую традицию я понимаю что в москве американская традиция никакого смысла не имеет тем более когда дорого там и так далее все все это понятно у меня масса воспоминаний так нахлынуло в связи с этим мы когда со светланой только поженились мы думали снимать что-то но представьте себе что это было довольно давно это был так где-то семьдесят пятый год и в семьдесят пятом году не было же рынка жилья понимаете и мы ходили на какой черный там рынок там ведь люди ходили маклеры там еще чуть-чуть это в центре города какой-то был пятачок там мало того что дорого было но и снять тоже было нечего вот поэтому такое нерадостное нерадостное воспоминание хорошо что есть рынок жилья хорошо что можно куда-то значит там отвалить наверное если там подальше от метро то наверно больше денег оставаться будет может быть меньше удобства но вопрос как бы изначально был направлен на сестру да то есть речь шла о том что вот сестра значит да вот я опять пользуюсь тем что мы на стопе как вы считаете должна ли молодая семья муж жена и двое детей жить отдельно это вот да муж жена двое детей они в браке сестра или же это нормально когда люди живут с родителями мужа или жены его дальше начинается уже там подробное развертывание то есть речь шла о сестре вот сестра ведет паразитический образ жизни вообще это нормально чтобы сестра с двумя детьми у нее есть муж там и все дела и квартиру мужа они тут вот у родителей живут поэтому я не не то чтобы не хочу сказать что сестра там абсолютно права там это дали я не знаю я не могу судить но но я хочу сказать что фокус внимания вашего когда он на других людях то это контрпродуктивно то есть вы вы не можете в своей жизни сделать шаг вперед если вы находите виноватого вот в том или в этом давайте это уже не важно кто виноват мировой империализм продам обама чмо ну кто там еще бывает мировой сионизм там они давайте в чем в чем фигня вот этого всего как только у тебя есть виноватый значит ты в порядке значит вот можно ничего не делать продуктивно было бы сказать а что есть такого чего я могу сделать быть вот я могу что-то сделать я могу я быть как бы в положении контроля над собственной жизнью вот я контролирую не кто-то не жизнь меня живет а я свою жизнь живу вот как это возможно что можно сделать для этого значит ну да можно съехать значит тогда будет мало денег тогда нужно начать зарабатывать больше ну смотрите как целая цепочка начинается вот поэтому и и эта цепочка хорошая проблема не в том что допустим у человека расходы большие проблема в том что доходы маленькие понимаете люди которые хорошо зарабатывают как правило хорошо тратят ну и вообще какой смысл зарабатывать если не тратить правда вот поэтому ключ не к тому чтобы мало тратить ключ к исправления ситуации а к тому чтобы хорошо зарабатывать вот тогда и тратить будешь и зарабатывать будешь и и на все тебе хватит а если на что-то не хватит вот и еще дополнительный стимул то есть пойдешь еще что-нибудь сделаешь такое хорошее в своей жизни и еще может родителям что-нибудь подкинешь там я не знаю а может и сестре даже поможешь все-таки племянники да сколько у нас там родных душ на этом свете вот поэтому не потому что она будет признательна она может быть и не будет признательна это что-то такой не будет признательна это же вы не для нее для себя для себя важно поэтому для себя важно не обращать внимание на нее и не искать у нее проблемы она она со своими проблемами родилась живет и умрет и вы тоже но у вас же есть шанс свои проблемы преодолеть понимаете сестра за вас же не будет их преодолевать поэтому я бы так сказал я бы переключил фокус внимания с сестры на себя и тогда появится путь к тому чтобы все стало лучше к гармонизации счастливо